Всем привет! Всем добрый день! Готовлю кушать. Что буду сегодня делать? Я мясо свиное порезала такой соломочкой. Сейчас просто обжарю с луком. Добавлю немножко водички, сделаю такой бульончик. В общем, сама так люблю. Без всякого томата, без ничего. Без томатной пасты, без ничего. Просто потом в конце положу еще побольше укропу. Мне... Прям сегодня готовый прям практически для себя, потому что я так люблю. Сейчас мясо у меня хорошо обжарится. Я здесь уже порезала лук. Мясо резала и лук резала. Вот одевала перчатку, ну, чтобы не запачкать... Ну, чтобы не запачкать бандаж. Вот так. С утра мы с Сабриной убирались, а она сейчас красится. Она сейчас красится. Хэллоуин же у нас. Они сегодня же Хэллоуин пойдут. Ну, я думаю, если она удачно накрасит, то она нам покажет. Она уже съездила... Она уже съездила в Росман. Еще что-то там себе подкупила. Что-то она заказывала себе на Амазоне. Какую-то краску. В общем, тут еще одну краску, которую она заказывала себе для лица, она сегодня не пришла. А ей нужно было именно сегодня ее. И она уже такая... А чем это можно заменить? Я говорю, Сабрина, я не знаю, чем это можно заменить. Заменить чем-нибудь. Я говорю, возьми вместо белой, сделай другую. Белую она заказывала. Я говорю, ну, возьми вместо белой, сделай черную. Нет, я хочу белой. Я говорю, ну, тогда делай белой. Я тебе что могу сказать? Белой у тебя просто нет. Как ты будешь делать белой? В общем, я думаю, что она нам потом покажется. Туда, ближе к вечеру. Сегодня еще Карина приедет с детьми. В общем, они уже в дороге. Они уже едут. Скоро подъедут. Я сегодня специально ничего, ни для кого не готовлю. Потому что в прошлый раз я там то готовила, это готовила, еще что-то. Ну, что? Кто-нибудь ел, короче, кушаем одним из Володи. Как будто бы я только для меня и для Володи готовлю. Ну, больше никто ничего не хочет кушать. Нет, дети суп покушали. У меня был супчик, да? Что у меня было в прошлый раз, когда они приезжали? А, у меня просто целую неделю были. Я уже просто не помню, что я там готовила в эти дни. Ну, кушают все. В общем, короче говоря, я думаю, что вам всем эта проблема известна. Как здесь кушают дети и их родители. Это не хочу, то не буду и все такое. Поэтому, вот, захотят покушать. Единственное, что я сейчас включу вытяжку, да? Просто я не люблю, когда видео снимают, да? И вот эти всякие разные посторонние шумы. Хотя у меня уже весь кафель там мокрый. Уже нужно теперь кафель весь протирать. Единственное, что я могу сделать детям, томатный соус. Потому что лапшу или там макароны, они едят с томатным соусом очень хорошо. Вот если что, могу сделать. И сыр у меня, пармазан тоже еще есть. Они, если что, едят, они очень хорошо едят спагетти. Ну, Софи, Пауэль нет. Софи. А Пауэль лучше, знаете, как ему вкуснее, если просто обыкновенные макаронки, а макарошки там какие-нибудь с маслом, если еще и с сахаром. Короче, мой внук, точно. Вот если еще и с сахаром, послушайте, он такой, люди. Ну, еще, короче говоря, если что, я потом, конечно, свежие макароны еще могу отварить, чтобы с маслом сделать. Но это если они захотят. Потому что не то хотят, то не хотят. Поэтому, вот скажут, я хочу это, я сделаю. Иногда еще они просят жареное яйцо. Кстати, София любит, чтобы жареное яйцо моет в глазуне, чтобы можно было помакать. А Пауэль любит омлет. Вот я сначала жарю или омлет и даю Пауэль. Такой Rio Air, да, ну, типа омлета, да. А Софике я жарю нормальную глазунью, чтобы она помакала. Желток хлебушком. Даже когда делаю блины, вот делаю блины, вот мне в прошлый раз сказали, Таня, ну, ты экономная на один стакан муки, делаешь блины. Потому что я их потом сама все дайдаю. Чем больше я сделаю, тем больше я потом съел. Вот все, все проблемы. Поэтому я делаю минимально, максимально-минимально, чтобы все скушать. Что дети? Ну, София в прошлый раз скушала два блина. Пауэль скушала половинку от блина. Ну и все, остальные доели мы сурогу. Блины дома не было. Карина не стала. Да, Карина не стала. Ну и все, и потом мы доедаем с Володей. В общем, короче говоря, так, готовлю. Мне сегодня, между прочим, получше. Мне как-то интересно. Утром, вроде, утром, вроде давление нормальное. Потом как-то после обеда оно у меня подскакивает. Причем большой объем работы я делаю именно с утра. Почему оно у меня как-то после обеда подскакивает? Ну вот сегодня я вроде бы себя ничего чувствую. Я завела себе такой листочек и буду записывать время и свое давление, когда буду мерить. Время и свое давление. Просто у нас вот этот аппарат, которым я меряю давление, елки-палки, он так больно сжимает руку. Это просто какая-то катастрофа. У меня чуть слезы с глаз не идут. У вас тоже так же. Вчера вечером меряют давление. И он у меня, знаете, так, в процессе накачивания, Володя уже был дома, в процессе накачивания, короче, отключается, ну как не отключается, а переключается и заново начинает качать воздух. Володя говорит, ну все, когда так два раза начинает качать, давление повышенное. Я измерила, у меня было 149. И я не знаю, главное, за счет чего оно поднимается. То, что врач сказал, что у меня там какая-то артерия, что-то там зажато в спине между позвонками, что он это освободил. Ой, девочка, у меня уже тут прямо на все эти позвонки вот так... Знаете, такое неприятное, больно. И такое неприятное ощущение, да. Вот, например, саврина может костями... Она сама берет и себе как-то там кости везде вправляет. Это вот они после фигурного катания. У них же там физиотерапия была. Два раза в неделю у них было на катке приходил физиотерапевт, и их массировал там всех. И еще среди недели мы ходили. Мы специально брали рецепт, нам давали. Прямо без проблем сколько надо. Только нужно было прийти к врачу, и он сразу выписывал тебе рецепт на физиотерапию без проблем. Но это был тот ортопед, с которым... Это был такой ортопед, они как шефство над нами брали. Знаете, хоккеисты и фигуристы. Вот это был специально такой практик, когда любой хоккеист или любой фигурист без проблем получал запись к врачу. И, в общем, сегодня позвонил, сегодня получил. Мы никогда не ждали. Но так как спортсмены были, наверное, это у всех спортсменов так. Так, знаете, что я сделаю? Я сейчас немножечко отсюда в бульончик, сюда в мяско добавлю, и пусть оно потушится. Хорошенечко. Блин, я же этой рукой не могу крышку-то взять. Она же еще такая тяжелая. Так, все, убавлю, так и это выключу. Макароны мои тоже уже сварили, сейчас буду сливать. В общем, короче говоря, как-то так. Вчера разговаривала со своей одной родственницей. Она говорит, как тебе повезло, что у тебя такие девочки хорошие, отзывчивые. Я говорю, да, у меня все девочки хорошие и отзывчивые. И делом помогают, и словом помогают. Я говорю, у меня такие, мы плохих не держим. Она говорит, я говорю, у нее плечо болит. У нее тоже болит плечо. И она говорит, я позвонила сделать, ну, записавшись к врачу, мне говорят на середину или на конец марта, она сказала. Представляете, болит сейчас, в марте месяце получить запись к врачу. В общем, короче говоря, нам с Володей круто повезло. Прям круто повезло. Я никогда не думала, что, ну, я бы даже так быстро бы сама не решила сделать туда, записаться бы к врачу. Не, хотя я уже нашла именно этот же праксис. И у меня уже была такая идея, ну, что позвонить и узнать, когда-то можно записаться к врачу. И я уже спать легла. Я уже спать легла, слышу, какое-то сообщение пришло. Думаю, дай-ка я гляну. Ну, посмотрела, а это мне предложили сделать, ну, запись к врачу. И я была такая довольна. Когда еще сказали, что это в Нилькхайме, я сразу сказала, ну, на Магноленштрасс это находится, потому что я уже смотрела этот праксис. Она говорит, да, 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 там. Я говорю, да, я с удовольствием. Она говорит, ну, ты потом посмотришь, подойдет тебе этот термин или не подойдет. Я говорю, мне вообще любой подойдет. И утром, и в обед, и вечером. Я же дома. Причем такие термины, они всегда, какой первый получаешь, такой первый берешь. Например, я Володе сказала, он говорит, это же надо будет выходной. Я говорю, естественно. Вот когда получишь, когда тебя запишут, когда ты получишь свой, ну, по-русски сказать, номерок, да, вот время, в какой день и в какой час тебе прийти к врачу. Я говорю, тогда возьмешь на тот день. Он уже взял. Он уже взял выходной, так что все. Ну, может быть, мы даже вместе с ним поедем. А может быть и нет. Может, он на один съездит. У него, по-моему, в 10 часов запись к врачу. Не, может быть, мы вместе поедем, потом, может, куда-нибудь заглянем в какой-нибудь магазин. А то я вчера гуляла, мне было прям... Ну, не люблю я, короче, одна гулять, совсем не люблю. Так, все, мне нужно сливать мои макарончики. Пусть потушится немножко. Время у меня есть, но чтобы мясо немножко было помягче. Кстати, после того, как, помните, я вот это мороженое Милка купила, я же знала, что ко мне дети приедут опять на эти выходные, я получаю такой комментарий. Ой, Таня, это такое вкусное мороженое. Я ведь его все это ела. Я что-то его как-то не замечала в магазине, знаете. Ну, у нас просто Эль постоянно заказывает от Бог Рост. И когда мороженого много в холодильнике, я как-то не особо смотрела на мороженое. Иногда Володя себе покупал, знаете, вот это вот, ну, типа дафа с орешками посыпанным сверху. Тоже шоколад с орешками сверху посыпанный. Такое любит Володя. И я после вашего комментария думаю, дай-ка я тоже пойду попробую. И у меня теперь осталось не три мороженого, вернее, не четыре мороженого, а три, потому что одно мороженое я съела. Правда, очень-очень вкусное. Кто любит мороженое, хотя я мороженое не очень люблю, но мне очень сильно часто не надо мороженого кушать. Я просто... Ну, вот мне захотелось, я, может быть, за лето, там, я не знаю, может, штук пять скушала, и все, это за все лето. Мне мороженое как-то что есть, что нет. Я вот к выпечке неравнодушна. Выпечку я... Я мимо выпечки я не могу пройти равнодушно. И сало, и колбаска какая-то. Ну, такая вкусная колбаска, да? Не такая. А вот кровяная и ливерная. Прям очень вкусная. Так, все, пока пусту дотушится немножечко. Что я буду еще сделать? Ничего я не буду делать. Я посмотрю, где Карина. Карина, между прочим, уже почти в соседней деревне. В общем, ей две деревни, и третья деревня уже наша, она уже вот. На подходе я начинаю готовить. Сейчас доделаю бульончик. Ну, мне тут осталось, в принципе, только подсолить, поперчить, и я добавлю много укропа. И все. И здесь приберу на кухне немножечко. Между прочим, йогурты. Дети тоже что-то плохо едят. Те йогурты, которые я в прошлый раз купила, Володе их до сих пор, да, ребят, я такое тоже не кушаю. Сабрина тоже сейчас такое не ест. А Володе, я прям говорю, Володь, скушаешь два йогурта, да? Говорю, что тебе один йогурт? Ну, это ж так себе, один всего. Давай, Гуд, два скушай. Он говорит, давай, кто ж теперь это все будет доедать? Сейчас бульончик закипит. Я еще столовую ложку развела крахмала и добавлю в бульончик. Ну, чтобы бульончик был не такой сильно жидкий. Сильно густой я тоже не люблю, но так, знаете, чтобы соус задерживался на макарончиках, что-то вкуснее было. Все закипело, просто сюда. Сейчас закипит, и потом в конце положу укроп, и у меня будет все готово. Укроп у меня мороженое, все у меня здесь закипело, я сейчас положу пару ложек укропа, у нас собачки лают, наверное, дети мои. Все, и выключаю. Сейчас попробую на соль. Немножко надо пацать. Все, сейчас пойду детей встречать. Кстати, вы готовите так, по-простому. Мясо поджарили, сделали немножко бульончик и отварили какую-нибудь лапшу. Я не знаю, нам это очень... Мне это быстро, а нам это еще и вкусно. Поэтому я обожаю вот так вот, когда быстро. Мне просто у меня сегодня много с утра времени не было. Рано-рано утром, во-первых, я платье расклеивала камнями, Сабрина сидела, переворачивала камушки, а я клеила, говорю, потому что мне нужно... У меня же здесь на столе все было, все лежало, платье камни сохли. Я говорю, Сабрина, надо немножко наклеить сразу с утра, чтобы камни высохли, и... Ну, чтобы я могла потом это убрать, а то дети будут, я потом буду завтра, наверное, к вечеру туда уже доделывать платье, потому что мне как бы уже... Дети приехали. Забудь! Стой! 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 Стоите, Костя? Да, ну, разговариваешь, Первое, что-то... Делай, Герана, а что, вы доволны? Вас не кормили? Мам, еще что-то у меня есть. Мама на тебя смотрит. У меня есть что-то для фильма. А ты что, пошли у меня там камера снимать. Да? Нет. Сразу покажешь? Да. У меня, говорит, есть что-то для фильма. Сейчас у меня что-то принесло. Тебе что-то пришло? Да. Ну, давай, показывай быстрее. Вот. Вот это какие у тебя машинки. Смотри, что там, а ты того я купил. Это ты в этом барке купил? Да. Вау. Саша траванулся, он передал. Забрал. Это было... Мы все кушали, но нормально. Он сказал, он это больше не будет. А это он с тёщи траванулся. Это это, я тебе принесла. Мамочка? Да. С дизором. Что здесь мастер-дизором? Маш, привет, Скоро. Привет. А где за брех? Кто бы так паркуется? Вас придушить всех, кто за рулем. Не, ну как так можно? Один в середине, другой там где-то. Ну потому что я еще вчера только припарковала. Ужас. Видите, как меня взять, Люмин. На-ка, ты еще ешь, может тоже утроишься. Полночная печерня. Мы все ели, нам нормально было. Один в унии очень было хорошо. А ты где это купила? В русском, что ли? Мам, не я, он купил. А Саша купил? Да. Ну ладно. Блин, это хрень стоит 5 ойру. 5 ойру за вот такие пирожные. Ну что, ну она вот так и есть, ну представь себе. Я делаю с зоком. Еще с зоком тебе еще не связала. Это мы уже договорились, она уже вяжет. Держи. Да. Пошли, ты халюдыш не сказал, тебя видно же не было. Подожди, я это подниму. Ой, ты мой хороший. Говорит. Ну покажи свою обезьянку. Красиво. А вот эти свои машины, как они называются? Это Рой, а это Хелли. Ой, Рой и Хелли. Теперь у нас еще есть. А где наш этот? Как была другая называлась? Поли. А, Поли. А, вот еще и Поли. У вас уже комплект или еще нет? Еще пенька нет, красивой. Да. Которая мне больше всех нравится. Здесь называется Эмбер. Эмбер? Да. Ну вот нам еще надо теперь. Розовую еще машину нужно. Ладно, сейчас буду кормить детей и внуков. А что ты ряженку достала? Ты кушать не будешь, что ли? Ну я не, ты же сказала, еще не готова. Почему? Готовую, уже дальше все выключила. Просто мясо я поджарила с соусом и вермишей. Ну лапша. Все. И теперь я сделаю критинга. Сабрина, ты готова? Да. Ну покажись. Боже мой. Это что будет за этот? Не знаю. Это просто без обидчика, злая девочка. Он? Сабрина. А вот это у тебя что такое? Что? Мне надо кормлять еще вот. Сабрина. Потому что там бело. Смотрите, вот это вот. Сабрина. Сабрина, какая красивая. Ха? И тогда киндергатен. Да. И гигуристов. Она туда пойдет сейчас. У них сегодня это, встреча бывших гигуристов. Бери-бери-буру-буру-буру-буру. Мне что-то здесь не хватает. А здесь нарисовать ногу? Да. Сабрина, иди рисуй. Все давай, мы с детьми сейчас погуляем. Свойцов с дойру. Эта песня такая? Да. Она ходит, поет все на целый день. Петь про какие-то 2000 уэра. Одевайтесь, дети сейчас на улицу пойдет с собаками гулять. Софи. Все, одеваемся? Давай. Мы пошли с детьми и собачками гулять на улице. А еще я взял мой Рои поле. И еще Па взял свою новую машину. Да. И он называется Рои. Да? Все, пошли дальше. У нас траву. А сюда мы приняли, что плали на такой слоганце с Хайберс Хаус. Да ты что? Правда? Там у нас будет энерги. Смотрите, у нас в октябре месяце траву покосили. А вообще там энерги будет. Да, был. Все, Пауля, уходи с дороги дальше. На свою сторону. Давай. Смотрите, у меня есть. Ой, опять там собака эта. Сейчас перейдем на другую сторону. Подождите. Покажи. У-у-у, как красиво. Еще раз давай. Тихо. Давай. Там просто у соседей большая собака. Все, ладно, давайте, пойдемте. Потом еще раз. На пути так это. Могу открыть. Ну, открывай теперь. Ой. София еще раз хочет показать. Мы в поле ушли. У-у-у. А теперь я вашу мою новую машину покажу. Ну, давай показывай твою новую машину. Вот эта. Как она называется? Рой. Рой? Рой. Рой? Да. Прекрасно. А вот тут из меня еще и два. А, и у тебя еще и там в кармане ты прибрал. Это называется поле. Это называется поле. А Софика мыльные пузыри пускает. А что, забыла, как называется. Ладно, мы пошли дальше гулять с детьми. Пока светло еще. Ну, у нас уже поздно. Ну, у нас сколько поздно? У нас сколько время? Наверное. Ну, около шести, наверное. Уже потому что темнеет. Темнеет начало. Все, давайте попрощаемся и пойдем дальше гулять с собачками. Софи. Да. Давайте. Всем пока-пока и до завтра. Пауля, еще раз скажи. Пока. Пока-пока. Пожди. Еще раз? Ну, давай. Пожди. Ой, как мало. Суть не было много. Ну, давай. Пока. 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 Пока.